Обычно 40 и 50 детей. Три воспитателя в группе. 40, 40, 50. Да, три воспитателя. Родная игра очень важна для ребенка. Мы очень заботимся об игре. Две профессора были у нас в Вьетнаме на конференции по теме теории и практики игры, психологии игры и связи между родителями и воспитателями. Нам очень понравилось. Очень интересно для нас страна. Большое спасибо. Татьяна Валерьевна, у меня небольшой вопрос. Вот если в двух словах, чем все-таки отличается игра детей во Вьетнаме и в России? Вы знаете, сейчас мы сделали большой акцент на игру во Вьетнаме, но вот в России мы в том числе отметили, что дети играют разрозненно. Очень мало игры, когда дети играют вместе. И вот наша задача сейчас, вот мы для себя, как исследователи, делаем акцент на два вопроса. Первое – это продолжение разработки шкалы оценки именно процессуальной игры, потому что мы понимаем, что в этом возрасте 2-3 года уже формируются вот эти предпосылки к тому, чтобы игра состоялась. Это актуально как для российских детей, так и для вьетнамских детей. И роль того, насколько взрослый воспитатель сегодняшнего дня умеет играть, это чрезвычайно важно. И в заключение хотели бы сказать, что наше исследование позволило провести очень важное такое вот событие. На сегодняшний момент, вот буквально во вторник, заключили мы соглашение между тремя ректорами вьетнамских университетов и ректором МГППУ о совместном исследовании, то есть это был небольшой пилот, о разработке шкалы с выходом об открытии центра игры, где будут учить взрослых играть во Вьетнаме, чему мы очень рады. Между прочим, мы сейчас делаем магистрскую программу в нашем общем МГППУ, где как раз будем в том числе учить взрослых играть. Так что, кто хочет, пожалуйста, к нам, к нам, к нам. Все, спасибо вам большое. У нас такой интернациональной получилась секция, только что мы послушали про игру во Вьетнаме. Сейчас послушаем про игру в Монголии. Пожалуйста, наш коллега из далекой Монголии. Как тут? Добрый день. Меня зовут Чавцин Досом. Мы из Монголии. Из Монголского национального университета образования. Доктор Арионбольд. Заведующий кафедрой дошкольного образования школы Цернадут. Доктор Арионбольд. Доктор Арионбольд. Доктор Арионбольд. Продолжение следует... This is the second book for our preschool educators, which is to support instructions to support children's creativity, creative thinking. This book is based on concepts of 21st century learners' skills of 4C. Conversation, collaboration, critical thinking, creativity. As you might all know, STEAM approach is implemented in worldwide STEM curriculum, teacher, approach, student, technology, play, all together STEAM approach. And we attempt to include all together in the handbook, in this handbook. S means science, nauka, T, technology, E, engineering, engineer, A, school, M, mathematics. All together integrated to the activities as a play. And we, this is the book cover. And with the framework, the theme of the nomadic family, we implemented this play approach in Bangor district in Mongolia with 25 children. Also, while we were, while the project aiming to pilot this STEAM approach project in preschool education, we also wanted to promote Mongolian traditional heritage nomadic lifestyle for children in the urban area. Therefore, STEAM play consists of several sequential steps to promote creative play. We were planning to conduct the pilot study within 60 days. However, actual implementation duration took 90 days with 25 children as five small groups. Children were playing as a group, and during these 90 days, each day they created part of the nomadic family. Each day, they, in the cover, you can see, some day they created the gir, the jurta, another day, the animals, different animals. So, basically, not just they created the things, they also obtained knowledge of the nomadic lifestyle, traditional knowledge. And according to STEAM approach strategy, we implemented the training with the main five steps. The first step is questioning to imagining. Before we started the project, we conducted interviews with the children to promote divergent thinking. And in other words, to promote things, to see things in different perspectives. They expressed their own thoughts and how they will reach the main purpose of the project. And we organized Socratic seminars to develop their questioning skills. And the second step was imagining to planning, from imagining to planning, to promote, support convergent thinking. And the next step was to plan into creating. So after they planned all project steps, how to create all of these nomadic family parts, they implemented according to your planning. And after they created all the parts of the nomadic family, they assessed how they understood all of the parts, animals, environments of the nomadic lifestyle. Then finally, the children assessed themselves, how they created, how they did, and how they understood. And all of the discussions conducted as small groups. And finally, in the step of five, improving to completing, they also shared, after they did the exhibition for their parents and teachers, and in the classroom, they also shared their success and failures, how they overcome the failures. And although we are still in our process of conducting pilot study, we haven't finished the piloting yet. We can see that children love creating things. They like making things, and they like to be busy, but we consider that STEAM approach can be one of the opportunities to promote their critical thinking. And it can be also an optional way of teaching in early childhood education. Thank you for your attention. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Следующий у нас представитель отечественной психологии, пожалуйста, Дарья Бухаленкова. Дарья Бухаленкова. Дарья Бухаленкова. Здравствуйте, уважаемые участники конференции. Сегодня я хотела бы вам рассказать о небольшом исследовании, которое было проведено совместно факультетом психологии МГУ и факультетом кафедры, можно сказать, развития игры в МГППУ. И сегодня я хотела бы немножко поговорить о развитии регуляторных функций в игре. Понятно, что роль игры в развитии детей дошкольного возраста неоспорима. И в игре развиваются многие психические функции – мышление, память, воображение детей и, конечно же, произвольность. В зарубежной психологии произвольность высших психических функций принято рассматривать как блок регуляторных функций. Под регуляторными функциями поднимаются такие когнитивные навыки, которые помогают человеку управлять своим поведением и адаптироваться к каким-то новым ситуациям, гибко изменять свое поведение, когда обстоятельства изменяются. Согласно концепции МИЯКИ выделяются три основных компонента регуляторных функций – это рабочая память, когнитивная гибкость и сдерживающий контроль. Однако многие исследователи также к регуляторным функциям относят еще функцию более высокого порядка – умение планировать свою деятельность и контролировать ее. И в нашем исследовании, которое было посвящено как раз игре, мы хотели посмотреть, как вот эти регуляторные функции проявляются в свободной детской игре. И если связь действительно та, которая в классических исследованиях всегда описывалась и была представлена, сохраняется ли она до сих пор и видим ли мы это, несмотря на то, что детская игра сейчас сильно изменяется и, возможно, развивается уже не так, как было описано в классических работах. Так вот, для исследования регуляторных функций мы использовали несколько субтестов нейропсихологического диагностического комплекса НЭПСИ-2. Для изучения слухоречевой рабочей памяти была использована методика на повторение предложений, в которой ребенок должен был повторить предложение вслед за экспериментатором. Для диагностики зрительной рабочей памяти была использована методика на запоминание изображений. Ребенку предъявлялось от 4 до 8 картинок, он должен был запомнить это и потом сложить в такой же рамочке, нужно выложить нужные карточки, выбрав их из набора. Для диагностики когнитивной гиппости мы использовали методику Зелаза на сортировку карточек по изменяемому признаку. Сначала ребенок должен был сортировать карточки по цвету, потом по форме, а потом в соответствии сложным правилам. Это и помогало увидеть, как гибко ребенок умеет переключаться между разными правилами. Для исследования сдерживающего контроля мы использовали очень интересную методику, в которой ребенка сначала просили просто назвать геометрические фигуры, а потом сделать все наоборот. Вместо кругов говорить квадратом, вместо круга говорить квадратом, вместо квадрата говорить круг. И как раз вот в этом процессе, когда ребенок должен оттормозить желание назвать фигуру своим именем, и проявляется работа сдерживающего контроля. Изучение способностей к планированию и контролю своей деятельности мы изучали с помощью двух уже отечественных методик, широко использующихся в практике дошкольного образования. Я думаю, многие из вас с ними знакомы. Это задание на составление рассказа по картинке, когда ребенок должен сначала выложить правильную последовательность, а потом рассказать, собственно, какая история произошла с героем, изображенным на картинках. А также была использована широко использующаяся в отечественной психологии методика схематизации Венгера, когда ребенок должен найти путь к нужному домику, используя специальный код, специальное письмо, с помощью которого он должен найти верный путь. Так вот, пожалуй, наиболее интересным здесь будет рассказать о том, как же производилось наблюдение за детской игрой. Здесь как раз эта методика была разработана под руководством Елены Олеговны Смирновой и коллеги Ирины. И в этом методике организовывалась специальная комната, в которой перед детьми было много предметов, которые можно было использовать с разными способами. Так называемые открытые материалы. Разные ленточки, веточки, палочки, которые дети в своей игре могли использовать в соответствии со своим игровым замыслом. И в комнату приглашалась от двух до четырех детей, то есть небольшая группка. И потом экспериментатор, не включаясь в эту игру, наблюдал за тем, как дети, собственно, будут использовать эти предметы и выстраивать свою игру. Проводилось наблюдение в течение 40 минут, может быть, чуть больше. Фиксировалось, как дети играют. И потом, собственно, данное наблюдение анализировалось с точки зрения следующих параметров. Во-первых, конечно, благодаря таким предметам, открытым предметам, можно было оценить уровень развития замещения у детей. То есть как дети, например, могут использовать иначе предметы, как они могут использовать игровое пространство. Исследование проводилось в большом физкультурном зале, где у них было много места для того, чтобы можно было, например, решить, что здесь у нас будет дом, здесь у нас будет лес, там речка, и вот как-то использовать все помещение. В-третьих, анализировалось, как дети взаимодействуют друг с другом, как они договариваются о том, во что они будут играть. Это организующее взаимодействие. То, как они будут уже дальше внутри этой игры следовать роли или чему-то другому, то есть это уже внутриигровое взаимодействие друг с другом. И что было, собственно, новым в этой методике? Это анализ... То есть той идеи, которую дети стремятся развить в игре. Причем, что важно, это не обязательно должна быть какую-то роль, которую ребенок хочет выполнить в игре. Это может быть, например, использование какого-то предмета, который ему очень нравится. Или отработка какого-то действия, которое ему сейчас интересно в игре проиграть. Да, соответственно, замысел — это такое более... некоторое более широкое понятие, нежели роль, да? То есть говоря о ролевой игре. И, соответственно, замысел или идею игры можно анализировать с точки зрения уровня, то есть то, на что ребенок ориентирован в игре, с точки зрения того, насколько развернуто он ее преподносит окружающим, с точки зрения того, насколько он реализует эту идею в игре и насколько он долго ее реализует. То есть быстро ли он переключается на какую-то новую игру, или он все-таки продолжает упорно развивать свою игровую идею. И вот это помогает понять, насколько ему это интересна игра, да? То есть оценить его мотивацию и при этом увидеть, собственно, развитие действительно игры в взаимодействии между детьми. В нашем исследовании приняли участие 56 воспитанников из трех групп детских садов города Москвы. И в результате проведенного анализа мы увидели, что в первую очередь именно умение составлять детьми рассказ, то есть способность планировать как раз как-то свою деятельность и как-то воплощать ее, оказалось в большей степени связано с различными показателями детской игры. Она оказалась связана и с замещением, то, как дети используют разные предметы и пространство в игре. Оказалась связана и с тем, как дети организуют эту игру и как договариваются друг с другом. И оказалась связана в том числе с тем, какие идеи дети предлагают проиграть в игре. То есть, по сути, сюжет, да? То есть то, насколько ребенок может рассказать развернутый интересный рассказ по картинке, точно так же проявляется и в его игре. То, насколько он предлагает интересную идею другим сверстникам, насколько он может ее рассказать и насколько долго он будет потом в эту игру играть. Также мы увидели, что другие компоненты регуляторных функций также отчасти оказались связаны с детской игрой. Так, например, вербальная рабочая память оказалась связана с тем, как ребенок использует предмет-заместитель в игре. И действительно, это очень логичная связь, потому что, когда ребенок говорит, что это будет не палочка, а, допустим, вилка в игре, он должен помнить вот это название, удерживать его, и, конечно, рабочая память здесь активно включена в эту деятельность. Помимо этого, мы увидели, что то, насколько развернутый ребенок может в игре предложить и обсудить с другими эту игру, да, вот развернутость его идеи, также связано с когнитивной гибкостью, тем, насколько гибко он способен приспосабливаться к условиям. И, кроме того, опять же, вот эта способность к планированию контроля оказалась связана с устойчивостью игрового замысла. То есть, действительно, дети, у которых лучше развито вот это уже умение как-то планировать свою деятельность, они, мы это очень хорошо видим в игре, как они действительно в игре умеют реализовывать свои идеи, развивать какие-то игровые сюжеты. Да, и последнее, о чем я хочу сказать, что мы с помощью кластерного анализа выделили детей с тремя уровнями развития регуляторных функций, и точно так же выделили детей с разным уровнем развития игры. И, конечно, так как выборка не очень большая, то статистически значимых различий тут не так много, но, тем не менее, мы можем увидеть тенденцию, что действительно у детей, у которых более развита игра, так же и лучше развиты в целом регуляторные функции. Какой же важный вывод мы хотели бы сделать из этого доклада, из этого исследования? Что действительно мы видим, что регуляторные функции и игра тесно связаны в данном возрасте. И следующим шагом, который мы планируем предпринять, это уже создание формирующего эксперимента, где с помощью игры какой-то организованной мы могли бы развивать у детей эти регуляторные функции. И как мы видим на основе этого исследования, в первую очередь, через проработку с детьми разных сюжетов и развитие их именно, скажем так, сюжетного мира, развитие каких-то идей, которые они в игре могут проигрывать и играть. Большое спасибо за внимание. Спасибо, Дарья. А теперь я хочу предоставить слово тоже представителю очень далекой страны, Пуэрто-Рига, Анна Невис. Вы меня слышите? Да, добрый день. Добрый день. Хотела бы с вами поговорить об одном исследовании, в котором мы начали работать над ним. Мы видим, что есть изменения в играх наших детей. Мы верим, что игра – это естественное поведение, в котором люди выражают и развивают свои навыки. Игра помогает взаимодействовать с миром. Они учат вещи, которые вокруг них, а также исследуют мир. И сегодня мы слышали все преимущества этого естественного поведения, игры. Дети учатся саморегуляции, регулировать свое поведение. Они учатся, учат новые роли в своей семье и культуре. А также они развивают моторные функции, навыки, которые помогают им говорить. Так что теперь мы видим, что они хотят играть в игры, но они хотят играть в игры. И эти игры немного другие у современных детей. И все игры, которые мы до этого имели, это приглашение детей быть креативными. Они развивали какую-то тему или игру. Это роль была, которую они хотели играть. И они прыгали от одной темы к другой, в естественное поведение. Но здесь была игра, когда была тема уже, не была, не подразумевала развитие какой-либо этой игры или развитие смены социальных ролей. Итак, господин Логовский говорил о том, что игра – это важная, одно из самых важных полезных инструментов при обучении. Недавние исследования подтвердили, что с помощью игры дети развивают когнитивные навыки, такие как способность организовывать мысли, а также генерировать идеи, использовать символы, разрабатывать решения каких-либо проблем, а также развивать дивергентное мышление, креативность, языковые навыки. Также они учатся выражать и контролировать свои эмоции, регулировать эмоции. Итак, три 30 лет научных исследований подтвердили то, что игра имеет важную роль в развитии ранних навыков у детей раннего возраста. Игра, так сказать, это начало развития моторики, а также языка, письма, когнитивных функций, способностей, а также социально-эмоциональных навыков, как говорил Логовский. Итак, цель нашего исследования – это было задокументировать типы игры, которые дети играют более чаще детьми от 3 до 7 лет. Также собрать информацию касаемо игр в образовательных сценариях, а также включить стратегию обучения. Итак, специальная группа, фокус-группы и также наблюдения были, использованы специальные техники, чтобы собрать данные, и мальчики, девочки от 3 до 7 лет принимали участие. Также используется это в дальнейшем для образовательных целей. У нас были 23 студента, которые принимали участие в данном исследовании. У нас были групповые интервью, мы использовали демографическую информацию. Мы делали интервью с учителями, с директором. Мы говорили с учителем о стратегиях игры. Также у нас были специальные вопросы для фокус-группы с детьми. Были открытые вопросы, какие у них есть предпочтения. И игрушки. Также мы их спрашивали о том, где они больше всего играют – дома или в школе, в детском саду. Вот 74% этих студентов, этих деток, говорили, что они больше играют дома, а не в саду. И это подтвердило то, что время, которое они играли в детском саду, намного меньше. Они называли это не игрой, а подготовкой на будущее, то есть в будущей школе. Итак, дети знают больше о видеоиграх и различных IT-гаджетах, чем о традиционных играх. Вот есть такой график, который показывает соотношение детей, которые знают о традиционных играх. Это 30-70% видеоигров. Итак, специальные исследования показывают, что 70% детей предпочитают видеоигры. Они не предпочитают играть или играть просто в видеоигры, а не заниматься традиционными играми. Мы наблюдали также за этими детьми, и тут мы, на самом деле, боролись с тем, чтобы такие дети также продолжали играть в традиционные игры. Здесь анализ учителей, время, которое учителей тратят на игры. Мы знаем, что учителя имеют огромное влияние на развитие детей. И стратегия обучения, которую они используют, также. Они очень важны, что они говорят, как они говорят детям, играть, пойти и поиграть. 10% учителей всего уделяют 10-20 минут обычным играм за весь день. Здесь вы видите разбивку деятельности, стратегии, которые выбирают учителя. Значит, очень малое количество учителей предпочитают видеоразвитие. Это 2% всего, все остальные в основном применяют все возможности для того, чтобы заниматься традиционными играми. Сейчас дети знают гораздо больше о видеоиграх, чем об обычных играх. И так было не всегда, мы же это знаем. Вот название некоторых игр, которые они нам сказали. Вот следующие исследования. Наши мысли следующие. Из-за того, что мы видим тех результатов, которые мы видим, дети играют больше дома, чем в школе, и это увеличивает их предпочтение в видеоиграх в будущем, необходимо думать о том, как развить их навыки, и какие предметы включить в их повседневную жизнь. Также это исследование продолжается, но пока что у нас есть только такие результаты. Мы продолжаем делать наши исследования. ...перестановку, потому что мое исследование, то есть наше исследование с Ириной Александровной Рябковой общее, и поэтому нас нельзя разъединять. Это ее диссертация, поэтому сейчас я хочу предоставить слово Ирине Александровне Рябковой. Она расскажет первую часть исследования, а я вторую исследование. Очень большой, в один доклад не поместится. Спасибо. 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 Здравствуйте. Я расскажу о ролевом замещении дошкольников в игре с разными материалами. Это действительно небольшой кусочек моего диссертационного исследования. Здесь мы рассказываем только об игре в двух средах, а исследование вообще посвящено игре в пяти разных предметных средах. Известно, что единицей игры является роль. Прежде всего роль — это новое игровое имя. Например, я принцесса, я мама, я пират. Однако это имя не всегда перерастает в игру. Иногда дети ограничиваются одним-двумя игровыми действиями и все, как бы на этом иссякают. Я киска, мяу-мяу. Все. Присваивая новое имя, дети часто наряжаются, меняют как-то свою внешность. При этом ряжение не обязательно сопровождается ролевым именем или действиями. То есть это тоже такой достаточно независимый процесс игровой. И, наконец, в роли дети совершают игровые действия. При этом игровые действия могут быть и вне зависимости от ролевого имени или ряжения. То есть это тоже достаточно независимый игровой процесс. Кроме того, сама роль не статична. Она носит динамический процессуальный характер. В процессе игры она изменяется, может редуцироваться, исчезать, дополняться, развиваться как-то. Поэтому роль можно рассматривать как ролевое замещение, ну, как вариант игрового замещения. И вот это ролевое замещение, да, оно состоит из трех таких относительно независимых игровых процесса. Ролевое переименование, ролевое ряжение и игровые действия. Известно, что характер игры дошкольника и особенности принятия роли зависят от предметной среды. Этому есть масса самых разных исследований, как российских, так и зарубежных. Чтобы понять, какие материалы в большей степени подходят роли, про принятие роли, нами было проведено вот как раз исследование, в которых особенности принятия роли сравнивались в разных предметных средах, в двух. С маркерами роли и с открытыми материалами. Это было скрытое наблюдение за игрой детей, полчасовое, в двух отдельных друг от друга предметных средах. Одна группа, первая детей, играла с полифункциональными материалами. Сюда входило очень много разных материалов. Здесь для примера просто показано на картинке. Разные ткани, ленты, тесенки, разных фактур, размеров, цветов, коробки. Большие, маленькие, жестяные, картонные, камни и так далее. То есть большой список предметов. Он был подобран таким образом, чтобы дети могли создать из них любой недостающий в игре предмет. Или заместить с их помощью любой нужный игровой предмет. Вторая группа играла с полифункциональными материалами, в том числе, с той же целью, чтобы дети могли создать нужную игрушку. И плюс у них были маркеры роли. То есть разные костюмы каких-нибудь персонажей, например, пирата, врача и так далее. Или отдельные какие-то аксессуары, шапочки, например, фуражка капитана, корона принцессы и тому подобное. И была одежда, платья, шорты, жилетки и так далее, и обувь. Тоже был довольно большой список предметов. В первой среде играло 77 человек, во второй 89. И все дети дошкольного возраста, то есть от 3 до 7 лет. В комнату приглашалось 24 ребенка, в основном это были 3 ребенка. И они играли полчаса. При этом взрослый не вмешивался в игру только в исключительных случаях. В анализ были включены только дети с ролевыми переименованиями, то есть которые как-то себя назвали. Я принцесса, я мама и так далее. Таких детей оказалось ровно половина выборки. Причем в обеих средах было приблизительно равное число детей с ролевыми переименованиями. Анализ возрастной динамики показывает существенную разницу в играх детей в этих двух группах, в предметных средах. Так, в младших группах число детей с переименованиями выше в среде маркера роли, но играют гораздо чаще в среде с полифункциональными материалами. То есть почти все дети. Дети 4 лет тоже чаще переименовывают себя среди маркеров роли, но играют гораздо чаще в полифункциональной среде. Половина детей играет, а в маркерах роли только треть. В старшем возрасте число детей с ролевыми переименованиями существенно выше в группе полифункциональные материалы. То есть здесь картина совершенно другая, противоположная. Около 70% детей в 5 лет называют себя каким-нибудь ролевым именем в открытой среде. В то время как в группе маркеры роли число детей с ролевыми именами падает в старшем возрасте до 45%. И играют здесь чуть больше половины детей с ролью. В 6 лет снова можно наблюдать изменения в ролевом замещении. Число переименований выше снова в группе маркеры роли. Теперь здесь около 70% детей переименовывают себя. И больше половины детей здесь играют. В то время как в группе полифункциональные материалы число детей с ролевыми именами падает до 45%. И никто из детей не играет. Важно и то, насколько сложные игровые действия совершают дети, которые как-то себя назвали. Вот в двух младших группах и в обеих предметных средах дети совершают фрагментарные действия. Одинаково, то есть различий нет. В двух старших группах различий есть. В пятилетнем возрасте, пятилетки в открытой среде создают очень сложные сюжетно-ролевые игры. С разветвленными сюжетами, со сложным взаимодействием, с придумыванием правил, с планированием. И таких детей подавляющее большинство. Детей, которые какие-то отдельные фрагментарные действия совершают, довольно мало в открытой среде. В среде с маркерами роли как раз все наоборот. Подавляющая часть детей совершают только отдельные какие-то фрагментарные действия. И совсем небольшой процент детей, очень маленькое число, показывают сколько-нибудь сложную ролевую игру. У шестилеток, ну другая ситуация, вот уже видно, что они не играют в открытой среде. А с маркерами роли у них просто более разнообразные игры. То есть есть и сложные сюжетно-ролевые, и цепочки действия, они создают и отдельные фрагментарные действия. То есть более разнообразные игры у них. И кроме сложности игровых действий, есть разница и в разнообразии ролевых имен. В полифункциональной среде в два раза выше оригинальность разнообразия ролевых имен. При том, что детей меньше, количество детей меньше. Такой результат связан с тем, как возникала игровая роль. Вы будете об этом говорить? Вы говорите. Нет, ну я чуть-чуть. Значит, просто Елена Олеговна, она будет про это рассказывать подробнее, а я расскажу... Ой, я не туда нажал, вот. Я расскажу только про два варианта. Значит, важно то, как возникала игровая роль. В группе маркеры роли большинство детей называли себя в соответствии с теми материалами, которые были вокруг. То есть, например, ребенок видит головной убор пирата, да, и говорит, я пират. Такая роль чаще всего возникала в начале наблюдения. То есть, уже в начале наблюдения у ребенка была роль. И, ну, то есть, это был какой-то очень быстрый процесс, да, связанный с окружающей средой. В полифункциональной среде было все наоборот. Дети очень долго не называли роль. Они совершали много всяких исследовательских, опробующих, манипулятивных действий. Они могли просто носиться друг за другом или просто обсуждать что-то. Но в основном было очень много исследовательских, опробующих действий. И только в результате вот этих действий, когда дети выясняли какие-то свойства, возможности, особенности предметов, у них появлялись игровые замещения, отдельные, часто не связанные друг с другом, которые потом обобщались в роль. Обычно проходило довольно много времени, прежде чем это вообще происходило. То есть, роль, наоборот, это был постепенный какой-то процесс, да, изначально никак не связанный с игрой. Полученные данные позволяют сделать вывод, что возрастная динамика в значительной степени зависит от предметной среды. Игра детей одного и того же возраста развивается по-разному в среде с маркерами роли и с полифункциональными материалами. Активность детей с полифункциональными материалами характеризуется пробами, исследованиями, манипулированием, отдельными игровыми замещениями, которые предшествуют появлению роли. Такая богатая разнообразная активность позволяет ребенку набросать разные идеи игровые, которые старшие дети успешно связывают между собой в какой-то единый сюжет, обобщают до роли игровой. И, кроме того, самостоятельно придуманная роль, цена для ребенка, он в нее эмоционально включен. Поэтому он очень стремится ее реализовать в игре, как-то воплотить свой замысел, придерживаться его. Такая картина справедлива для детей от 3 до 5 лет. Все дети младшей группы с переименованиями изменяют внешность и совершают фрагментарные игровые действия. В средней группе все дети с переименованиями наряжаются и половина играет в роли. И в старшей группе почти все дети с переименованиями играют, и многие создают довольно сложные разветвленные сюжеты. Но это в полифункциональной среде. И в то же время дети подготовительной группы совсем не играли в открытой среде. Возможно, дети 6-летние чувствуют достаточную игровую поддержку и безопасность с незнакомым взрослым, а я была незнакомым взрослым, и в открытой среде. Поскольку, как известно, они теряют непосредственность как раз в 6-7 годам. При этом они уже достаточно внимательны, чтобы заметить даже скрытые наблюдения. И все это вместе затрудняет эмоциональное включение в роль. Противоположная ситуация с маркерами роли. Дети подготовительной группы легче принимают роль, если есть предложенный костюм. То есть игра как бы узаконена, разрешена взрослым. Они с удовольствием переодеваются и чувствуют себя в большей безопасности в такой ситуации. Кроме того, игровой опыт позволяет легко использовать имеющиеся костюмы. И, наконец, разнообразие ролей существенно выше в открытой среде. Данные факты показывают, что открытая среда благотворно сказывается на продуктивности воображения, на инициативности, самостоятельности игрового замысла и на стремлении опробовать его в действиях. В то время как среда с предложенными маркерами роли затрудняет свободное оперирование образами и актуализацию значимых переживаний. Спасибо за внимание. Сиди здесь, потому что мы сады. Помимо состава роли, о котором Ирина рассказала, у каждой игры есть свое содержание. Вот вопрос, во что играют дети, какие роли они предпочитают и отличаются ли роли современных детей от того, во что играли дети полвека назад. Вот как раз об этом будет мой доклад. Итак, содержание игры отражает как раз характер отношения ребенка к другим людям и его личные переживания. Оно отражает, так сказать, внутренний мир ребенка и детей, и является таким своеобразным рупором. И вот вопрос, какие переживания и отношения отраждаются в играх современных детей. Этот анализ строился на том же материале, что и в предыдущий доклад, но тут анализировался не состав роли, а именно его содержание. Содержание, которое мы назвали мотивами игры, потому что это некоторый такой обобщенный аффект, который, с одной стороны, побуждает игровые действия, а с другой стороны, задает смысл. То есть, поэтому вот те содержания, о которых дальше пойдет речь, были обозначены как мотивы игры. Было выделено 9 ролевых мотивов, тут они перечислены, сейчас расскажу об этом подробнее. Значит, первый мотив, самый такой традиционный, это забота, любовь, любовь к чему-то маленькому и слабому. Это такой мотив родительских сюжет, родительских фигур. И прежде всего, это сюжет, конечно, мамы, дочки, матери, но это не обязательно может быть мама. Это может быть королева мама, мама сова, мама рыбка, мама птичка, может быть дедушка, бабушка. Огромное количество ролей вокруг этого сюжета, но главное, что мотив – это некоторая забота. Соответственно, этому мотиву соответствует тот, о ком заботиться, то есть мотив детской фигуры, который отражает беспомощность, нужду в какой-то заботе, любви, привязанности, который, так сказать, побуждает и стимулирует о нем заботиться. Это любой ребенок, котенок, малыш, внучок. Огромное количество ролей, но суть одна и та же. Вот любите меня, заботьтесь, кормите меня и так далее. Вот, и это два мотива, они объединяются в одну, так сказать, комплементарную диаду, то есть взаимодополнительную. То есть одна роль предполагает другую. Хотя часто ребенок называет партнеров малышами, а себя не переименовывают, такое тоже бывает. В общем, это такой традиционный мотив дочки-матери. Следующая группа, я опять же сказала, мотива – это подвиг с одной стороны, а с другой стороны преступление. То есть герой и антигерой. Герой может принимать самые разные облики. Это и Спайдермен, и Стрелок, и Бэтмен, и Ниндзя, и Илья Мурмец, и даже женская фигура Винкс. То есть это тот, который совершает подвиги, защищает, спасает и так далее. И его антипод – это преступник. Преступник, чудовище, привидение, враг и так далее. Вот хулиганы, бандиты, баба-яга и так далее. Интересно, что в играх детей не всегда одновременно присутствуют и герой, и антигерой. И они очень часто сменяют друг друга. То есть один и тот же мальчик может быть то героем, то преступником. Или он может быть героем, когда нет никакого преступника. Например, солдаты борются неизвестно против кого, обсуждают стратегию битвы, вроде как врага нет, а битва, подвиг есть. Так что, в принципе, они по содержанию взаимодополнительные, но очень часто они сливаются с друг другом, или же чередуются, или же вообще не имеют антагониста, так сказать. Теперь очень интересная вот эта вот пара мотивов, которые, в общем-то, не описаны в детской психологии, которые очень широко представлены в играх наших детей. Это образ некоторого прекрасного создания, которое готовится к какому-то решающему событию, который на пороге зрелости и готовится к какому-то балу, свадьбе, важному свиданию, к чему-то очень важному. И для того, чтобы дожить до этого прекрасного момента, нужно быть красивым, привлекательным, нужно быть желанным. То есть задача этой роли, этого мотива – это кого-то очаровать. И в эту группу попадают самые разные юноши, девушки, принцессы, невесты, красавицы, русалочки, балерины, кто угодно. В общем, это мотив вот такой вот красота, мы его назвали, очарование, привлекательность. Это очень такое распространённое содержание игры. И понятно, что избыточная красота и привлекательность ведёт к тому, что тебя похищают, что ты становишься очень привлекательным предметом, вожделенным. И тебя рано или поздно похищают. Ты становишься пленником. И вот тоже очень любопытный мотив – это пленённость. Это игра в такое страдание. Это пойманное существо, которое вынуждено молить о спасении или о пощаде. И оно провоцирует такое вот поведение «спасите меня», «спасите меня». Это постоянно повторяется. Вот очень интересная история там описана в Ириной работе, когда девочка садится в коробку и кричит «спасите меня», «помогите меня». Её в результате спасают, она опять залезает в эту коробку и молит «спасите», «помогите», «где мой спаситель?». И вот так вот повторяется много раз. То есть вот это переживание, ожидание спасения – это есть какое-то очень такое глубинное, видимо, переживание ребёнка. И вот красавица в плену или пойманная золотая рыбка, или какой-то пленник умирающий, или принцесса в замке – вот эти роли, соответственно, отвечают вот этому мотиву пленённости, жертвенности, страдания. Вот ещё один очень тоже интересный мотив, который тоже, по-моему, не был описан в предыдущих работах – это условно назвали самодостаточность. Когда ребёнок изображает какое-то автономное существо, чаще всего это какое-то независимое животное, там черепаха, обезьяна, петушок, что угодно, но это животное живёт своей жизнью, оно устраивает свой дом, добывает корм, и никто ему не нужен. Иногда случайно сталкивается с другими, но это побочный, так сказать, эффект. А главное – изображать и прожить какую-то вот другую жизнь. Это не обязательно даже могут быть животные, это могут быть, там, древние люди встречались, да, какие-нибудь, там, космонавты в космосе, но главное – он один, и он проживает вот эту чужую жизнь. Эта игра, как правило, индивидуальная, никакого общения тут не нужно, потому что эта роль самодостаточная сама по себе. Вот это могут быть черепаха, тигрёнок, житель леса, улитка и так далее. И ребёнок воспроизводит, соответственно, движение этого существа, добывает корм, который ему нужен, строит жилище в соответствии с его этим. Ну и, наконец, профессиональные роли, хорошо нам знакомые. И данный мотив, он, как правило, у наших дошкольников выражен достаточно шаблонным набором. Для детей это такие выхолощенные роли без каких-то эмоциональных переживаний. Ну, сейчас я дальше скажу про частоту встречаемости. И характерен сам набор этих ролей профессиональных. Это продавец-покупатель, модельер или помощник модельера, официант, служитель зоопарка, директор или начальник. То есть состав ролей, состав профессии несколько отличается от того, что мы имели полвека назад. Вот, да, ещё одна тоже любопытная, любопытный ролевой мотив – это пародирование, насмешка. Когда обесценивается какой-то образ, любой вот из того, что я сейчас перечислила, за исключением трудового. Это может быть пародия на какого-то там крутого парня-героя или бабушку-дедушку, который еле ходит. То есть это издевательство некоторое такое, насмешка над какой-нибудь ролью. Это такая несерьёзная игра, и для таких игр характерна особенно весёлость, раскованность, изобретательство, какое-то шутовство. Но, тем не менее, тут есть переименование, поэтому какая-то здесь всё-таки ролевая функция есть. Теперь давайте посмотрим, как часто встречаются все вот эти вот роли в игре детей в нашем эксперименте. Вернусь к предыдущему докладу, что роль выражается не только в переименовании, но и в ролевых действиях, и в ряженье. И здесь вот представлен состав, будем говорить, роли при разных мотивах этих игровых. Мы видим, что мотив заботы и опёки выражен очень мало, очень слабо, равно как и мотив беспомощности. То есть вот традиционные игры в «Дочки-матери» или в какую-то такую заботу у современных дошкольников явно не доминируют, встречаются реже всего. А чаще всего встречается мотив нападения, преступления, вы видите, самые высокие столбики, и связанные с ним защиты и преодоления. Причём эти мотивы самые действенные. То есть вот красный столбик – это ролевые действия, то есть активность. И вот в этих играх больше всего дети что-то делают, эмоционально включаются в эту игру. Это самая мощная, так сказать, мотивация в играх наших детей. Ещё одна тоже достаточно высокая представленность такого мотива, как вот красота и очарование, о чём я говорила. Красота и очарование, но если в предыдущем случае доминируют действия, то здесь доминируют ряженье. И это понятно. Чтобы быть красивой, надо изменить свою внешность и нарядиться, и как бы привлечь к себе. Самодостаточность тоже очень широко представлены. Игры, в которых никто не нужен, в которых ребёнок ведёт свою индивидуальную жизнь. Тут тоже присутствуют и ряженье, и действия в достаточном количестве, хотя меньше, чем в преступлениях, нападениях. Очень интересное дело с профессиональными ролями, они тут обозначены, трудовая маска. Мы видим, что дети достаточно часто называют себя теми или иными ролевыми профессиональными функциями взрослого, но действия здесь представлены минимально. То есть даже взяв на себя роль какой-то профессии, дети особенно не знают, что делать, как играть. Они просто вот назвали себя, и всё. Ну, в крайнем случае, преобразили свою внешность. Они как бы нарядились, но делать им нечего. И эти роли профессиональные взрослых не вдохновляют их на подвиги, на какие-то особенные ролевые действия. Ну, насмешка и обесценивание тоже достаточно сильно представлены, в основном в старшей группе. И тоже за счёт преображения внешности. Там нацепил какой-нибудь хвост себе, и вот я уже там волк или собак. Так, теперь относительно возникновения игровой роли. Мне кажется, это самая интересная часть работы, в всяком случае психологическая. Вот прежде всего, откуда эта роль берётся? Как она возникает? Вот то содержание, о котором я вам говорила. Вот оказывается, что у 90% детей заранее этой роли нет. Она возникает в процессе игры. Дети ищут её, они её творят. Она рождается в процессе. Не заранее, заранее она только у 10% детей. А у 90% она возникает в процессе. Теперь как она возникает? И вот тут Ирина Александровна предлагает 4 варианта такой связи окружающей среды, предметной игровой среды с содержанием той роли. Вот это прямая ассоциация, о которой было сказано уже. То есть какой-то костюм однозначно порождает роль. Костюм доктора, значит я доктор. Костюм пирата, значит я пират. Тут особенно думать и придумывать нечего. Второй вариант, когда ассоциация по принадлежности. У меня есть собачка. Значит я могу быть хозяином собачки, а могу быть мамой собачки, а могу быть ветеринаром. Ну то есть как-то расширяется поле ролей, но всё вокруг собачки. Или у меня есть там палка, и она может быть и дубиной, и жезлом милиционера, и дирижёрской палочкой, и чем угодно. Третий вариант ассоциации. По сходству. Ассоциация по сходству с атрибутом роли. Вот тут такой пример приведён, что есть жёлтый стаканчик, который напомнил ребёнку корону. Он его одел на голову, и значит я король. Когда какой-то предмет что-то напоминает, и соответственно продолжается перерождение этого предмета в какое-то собственное переобозначение, собственное принятие роли. Ну и наконец самое сложное в цепи ассоциаций, когда сам предмет вроде бы ни на что не похож, ничего не напоминает, но задача ребёнка связать этот предмет со своей какой-то будущей ролью. Вот, например, как может родиться роль полицейского? Можно верёвкой связать кого-то, можно найти бандита, который украл сокровища, можно спрятать кого-то и закрыть как бы в тюрьму, в коробку. И во всех случаях эти ассоциации приводят вот к этой самой роли. То есть тут надо создать какую-то сложную мыслительную последовательность, чтобы прийти от такого абстрактного предмета, который сам ничего не подсказывает, к своей роли. Вот, ну разные предметные среды порождают разные ассоциации. Ирина тут назвала только две среды, маркеры роли и полифункциональные материалы. Ну на самом деле там было больше значительно сред. И вот в образных игрушках доминирует ассоциация по принадлежности, в предметах оперирования тоже. Но самое эффективное и самое, как бы так сказать, активизирующее мышление среда – это полифункциональные материалы, которые рождают сложные ассоциации, запускают работу воображения и работу мысли. Ну вот, и значит, выводы, которые можно сделать из этой небольшой части, что наиболее популярными мотивами в игре современных дошкольников являются преступления, подвиг и красота. А профессиональные семейные роли взрослых, которые прежде считались, ну, самыми такими адекватными и распространенными, они не выступают в качестве центрального содержания сюжетно-ролевой игры. Ну еще очень важно, что ролевое замещение возникает через ассоциации значимого опыта ребенка с актуальной предметной воспринимаемой ситуацией. И сложность этих ассоциативных связей зависит от материала игры. Чем более он является открытым и неопределенным, тем более сложные ассоциации создают дети. Все, спасибо за внимание. Игры прошлого, детям будущего. Влад Томей, креативная студия Румыния. Вы, да? Что можно? Могу, сейчас я только... Вы не вставляли еще... Ой, isn't your presentation on this computer? Нет, это не вставляет. Пожалуйста, делай это себе. Хорошо. Хорошо. Спасибо. 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 Продолжение следует... 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 эти игры и правила этих игр. Мы собрали дизайнеров и копирайтеров и редакторов, и мы поняли, что нам нужно самим что-то сделать, провести исследование, поговорить с людьми, покопаться в интернете. И мы, кстати, не так много нашли там информации, поэтому нам нужно было все это соединить, в какую-то облечь эту форму, и после двух лет нашей работы мы в Румынии издали эту книгу. Это не просто квартирный дом. Это, скажем так, два корпуса в одном доме, и там очень много игр содержится внутри. Мы называем это инфартовокум или напротив дома, то есть игры в моем дворе. Я думаю, что и с вами то же самое было в детстве. То есть либо на заднем дворе, либо где-то у подъездов вы играли в эти игры. Не обязательно должна быть площадка игровая. И вот это выглядит таким образом. Мы соединили вот эти все частички, мелкие компоненты, и одна частичка, соединенная в несколько, представляет игру 55 карточек в общем и в целом. Вот каждая карточка таким образом выглядит. Это значки такие по-русски, да, и указатели, и на каждой карточке представлена информация, либо какие-то иллюстрации внутри представлены, то есть каким образом играть в эту игру. И слева и справа карточки представлено описание, эластикс, то есть вы кто-то вообще знаком с этой игрой? Не имейте руки. Да, помните эту игру? У нас, кстати, много подобного было. Это по-английски, это называется Red Rover, я даже не знаю, как это по-русски называется. Но вы поймете довольно скоро, в чем состоится суть игры. И мы сообразим, что у нас много объединяет, несмотря на то, что мы живем в разных странах, многие игры у нас идентичны, они нас объединяют. У нас есть название. Следующее воспоминание об игре как раз касается того, что определенный набор игр предполагал участие взрослых. И мы могли с детишками это обсудить, могли обучить детишек какой-то игре, и это очень важная составляющая нашего проекта. Мы, скажем так, соединили умы и сознания детей и взрослых в части обмена информацией и в участии в совместной игре. Вот детишки со своими родителями, когда они могут играть ту или иную игру, вначале какая-то теоретическая работа нужна. И мы, в общем-то, не на полке оставили эту теорию, а вовлекли всех в процесс, в практику. И мама говорит со своим ребенком, рассказывает о каких-то играх. Мы не знаем, что там папа делает, но, может, он там частично, частично, лишь слегка задействован. И это, в общем-то, и работает. Видите, взрослые тоже участвуют, они там скачут по дороге. И детишки тем же самым будут заниматься. И они говорят о том, кто что может, какие упражнения делать, и как они могут соревноваться друг с другом. Вот еще картинка, которая мне очень нравится. Они занимаются примерно одним и тем, что мама пытается обучить ребенка, как играть ту или иную игру. Третий постулат. Эти игры универсальные, ну, типа того, они не просто универсальные, они имеют и международный характер. Некоторые игры чисто локальные, имеют чисто локальные аспекты. И мы понимаем, что некоторые проекты можно назвать международными, нас может объединить игра. Вот есть, скажем, польская версия, американская версия, российская версия той или иной игры. И мы там, скажем, по кусочку отовсюду почерпнуть и несколько недель нам понадобится, чтобы ее закончить. Но много международных игр существует, и было бы очень здорово понять, что одна и та же игра, румынская, например, вот так называется, оперета стайл, когда один или два человека смотрят на стену, а красный свет и зеленый свет, что-то в этом роде. А французы «1, 2, 3, солнце» называют эту игру. Это абсолютно та же самая игра, когда детишки поворачиваются к стене, другие отворачиваются к стене, и когда они видят друг друга, они должны застыть. Состыть должны. И мы, кстати, все и в Южной Корее тоже такую игру имеем. Телефон, испорченный телефон, и китайцы говорят по-английски, мы не знаем, что это такое, какой еще телефон, кто изобрел. Испорченный телефон, бедняжка. Также прыжки, лягушачьи прыжки, или по-итальянски это кавалина, по-французски это просто какая-то коза. Существует ряд игр, которые мы обсудили с людьми на, скажем, книжных ярмарках. И китайцы, кстати, рассказывали нам про эту игру, как они там скакали через скакалку, и были счастливы. Есть игры, которые не очень хорошо известны, это называется «Маленькая площадь» или «Квадрат», «Игра-квадрат». Ну, тут есть какие-то вариации футбола, такое квадратное поле предусмотрено для этой игры. Она очень популярна и у нас, и в Польше, и, мне кажется, в России тоже. А другие страны не очень знакомы с этой игрой. Это те игрушки, кстати, которые мы создали и играли ими в детстве, тележки такие. И там, скажем, не моторчик, а вы должны двигать своего партнера. Но другие страны, в общем-то, не очень знакомы с этими играми. Вот таким образом мы начали изучать эти игры, и в итоге мы пришли к тому, чтобы нарисовать игру, которая датируется 1560 годом. Кстати, это картина реальная, голландского художника, которая называется «Детские игры». И некоторые игры вот как раз отражены в этой книге, и они все еще современные, а некоторые совершенно нам непонятные. Но, кстати, вот часть игр как раз и понятна. И да, это все история, но сейчас мы должны быть уверены в том, чтобы сохранить эти игры и передать следующему поколению. И мы хотели бы постулать номер пять и запросить, что игры не должны полностью быть уничтожны, то есть они не должны вымирать, как животные. И это такая довольно сенситивная ситуация, и мы никогда не выступали против технологии. Технологии, на самом деле, играют очень важную роль в жизни любого ребенка. И то, как это используется, влияет на то, как они развиваются. У нас все больше и больше детей, которые занимаются все меньше и меньше совместными играми на улице. И я уже говорил с некоторыми своими знакомыми коллегами, что надо возвращаться к этой практике. И родители вовлечены все больше и больше в жизнь ребенка, и они защищают его от всего. Конечно, сейчас намного больше машин, чем когда я был ребенком. Может быть, поэтому дети все меньше времени проводят не дома. 74% детей играют менее 60 минут каждый день на улице. Инструкционно говорят, что даже тюремная заключенная игра проводит больше времени на улице. Это конец моей презентации. Я думаю, что самое важное здесь, надо понять, мы должны передать эти знания следующему поколению. Я вырос, конечно, под замком, так сказать, но я все-таки имел огромную возможность играть на улице. Не надо научить своих детей этому. И, в свою очередь, это наша ответственность. Очень важно следить за этим. На самом деле, игры – это очень важно. Научить детей через игру оценивать риски, сотрудничать, а также находить компромисс. Это очень важное сообщение для нас всех. Это психологически очень важно для ребенка. Вот есть книга, которая содержит эту всю презентацию. Это все, что мы разработали пока что. Это США, Россия, Китай, Голландия, Польша, Румыния. И вот это у нас как раз и Россия. Это означает «выходи, крокодвор». Это наш девиз. Большое спасибо. Так что мы почти уложились. Так, значит, у нас сейчас представитель Греции. Екатерина Коти. Екатерина Коти. Екатерина Коти, да. Добрый день. Мы очень счастливы принимать участие в вашей конференции. Большое спасибо вашему организационному комитету. Итак, моя презентация «Игра и обучающий континуум» в играх детей дошкольного возраста. Так, проблема. Успешное образование ребенка во время дошкольного и школьного возраста играет огромную роль в нашем обществе. Как мы можем повлиять на раннее развитие и заложить лучшее, что возможно. Итак, возможно ли это? Исторически важно. Есть разница между детей раннего образования и развития. Есть различные сектора, институты и контексты такого образования. Есть различные опыты для всех детей. Что касаемо качества образования до того, как они начинают начальную школу. И разные качества опыта, различные способности детей поддерживать у детей от 4 до 6 лет. И действительно во многом зависит от квалификации учителя, воспитателя. И, конечно, все это не может говорить о том, что, внедряя все эти вещи, все эти явления, говорить о удачном результате. Необходимо, конечно, огромное количество факторов включать. В этом мы сделали исследование, которое сфокусировано на детях 4-6 лет. Как они ведут себя в зависимости от их качества образования, опыта, квалификации учителя и других факторов. Мы проанализировали все структуры и из нашего анализа сделали рекомендации. Как вы видите на этом графике, есть два провайдера, которые дают образование в Греции. Это либо частный, либо государственный сектор. Итак, раннее образование детей представлено детским садом для детей от 4 до 6 лет. Итак, второе – это для детей, образование которых имеет ежедневное обучение и проводится в специальных центрах. Это для детей от 0 до 6 лет. Итак, начальное образование представлено для детей от 6 до 12 лет. Итак, научные исследования говорят, что об очевидности и важности продолжительного образования в позитивном ключе получения высококачественного опыта и правильной окружающей среды для детей. Необходимо иметь такой континуум и в вертикальной, и в горизонтальной среде. Необходимо проводить континуум образования, начиная с коляски, когда ребенок еще в коляске, а потом продолжать его в дошкольном возрасте в детском саду и до тех пор, пока он не закончит начальную школу. То есть, оно должно быть непрерывным. И, конечно же, профессиональное обучение рабочей силы, то есть, преподавателей и учителей, воспитателей, необходимо также продолжать поддерживать, чтобы дети были готовы ко всем трудностям, акклиматизации, адаптации, помогать им адаптироваться в школе и, так сказать, сопровождать их на всем им раннем жизненном пути. Итак, игра – это очень важный инструмент для развития саморегуляции, так же, как и для приобретения навыков речи, развития когнитивных функций, так же социальных компетенций. Игра в нашем расписании говорит о проблеме, роли, цели и ценности, так же, как отношение к обучению и изучению. Необходимо проводить непосредственно продолжительное обучение детей и не от случая к случаю, но через игру и работу на продолжительной основе. Да, есть специальные инструкции, разработанные для профессионалов, необходимо их использовать, а также использовать оценку результатов. Также исследование включало в себя вопросы и такие вопросы и цели – выявить стили и типы свободной игры, которые используют воспитатели в детских садах. Также научить, как происходит процесс обучения ребенка детей от 4 до 6 лет в дошкольном периоде, какие используются игры, как учителя используют игру, чтобы помочь детям научиться и развить в этих двух образовательных стандартах. Как игра и обучающий континуум внедряются, и как мы можем контролировать этот процесс? Так, определенные элементы, которые мы использовали в нашем исследовании, мы собрали данные от систематического наблюдения, включая видео, фотографирование, наблюдение специалистов, свидетелей. Мы провели анализ всего нашего материала, и вот кто были наши участники. Мы разработали таблицу, кто был учителем, кто работал с детьми в младшей группе, кто работал в старшей группе. Также мы проводили игры, обучающие континуум, основанные на игре. Итак, что у нас по поводу личных характеристик учителя? Мы определяли пол образования, также опыт работы в этой школе, различные тренинги и прочее. Здесь выборка по участникам. Итак, у нас было 47 человек из старшей группы, вашей группы 18. Что мы выявили из интервью с учителями? Мы выявили важность свободной игры, мы видели, что игра у детей была прерывистая, она обрывалась, и некоторые из учителей в ответах говорили, что необходимо вмешиваться, если что-то идёт не так в игре именно. В опросах по окончании той или иной исследований они также высказывали свои рекомендации. Также предлагались различные игровые и игровые ситуации с компьютерами между собой, письмо, также рисование и другое. Креативные игры были очень популярны в обеих группах. Огромное количество, почти все дети были вовлечены и были заинтересованы. Также учителя, воспитатели говорили о том, что, так или иначе, в обеих группах игра прерывалась, деятельность прерывалась. Что касается свободной игры, так же игра прерывалась. Они, воспитатели, вмешивались для того, чтобы игра продолжалась, и дети соблюдали определенные правила в некоторых случаях. Мы проводили данные исследования в нескольких центрах. Были определенные требования по инфраструктуре к комнате, что должно было находиться в комнате. Были случаи, когда дети не играли вместе. В этом случае, воспитатель присоединялся к этой игре и помогал детям сотрудничать. Что касается игр с обучением, у детей старших групп не проходили более продолжительно, чем у младшей группы. И воспитатель вмешивался меньше. Был интердисциплинарный подход в играх, в подготовительные группы, и было видно, что дети более заинтересованы в таких занятиях. Такие игры помогали детям формировать саморегуляцию, так же развивать инициативность и интерес к обучающему процессу. Профиль по младшей группе доказали, что необходимо использовать различные обучающие подходы именно с игрой. Но, к сожалению, не было взаимосвязи между таким подходом и увеличением заинтересованности, интерактивности детей между собой. Такой прирост интереса был заметен только у старшей группы. Воспитатели в младших группах использовали специальную оценку для того, чтобы оценить качество игры у детей младшей группы. Но и уровень ожидания был, конечно же, нижен по сравнению со старшей группой. Но, тем не менее, большинство детей выполняли требования и соответствовали шкале оценки такого возраста в соответствии с наблюдениями. Также после введения определенных инструкций для воспитателей мы видели, что воспитатели стали больше внедрять практик, которые советовали и рекомендовали академики в своих трудах. И в некоторых инструкциях и выводах из наших исследований, как было в процессе этого исследования, дети лучше стали реагировать на действия воспитателей. Также мы заметили, что качество среды влияет на детей. Мы видели, что чем выше уровень квалификации воспитателя, тем лучше взаимодействует с ребенком и с группой детей. Какой же мы сделаем вывод? Для того, чтобы все дети были вовлечены и развивались, получали высококачественное образование и обучение на основе игры, необходимо правильно организовать такую игру. Важно, что образование и тренинг прошли все воспитатели и знали, как необходимо играть именно и как обеспечивать продолжительное образование, обучение для деток. Следующее исследование, которое я хотела упомянуть, касаемо рекомендаций и ограничений на будущее. Необходимо сказать о том, что континуум, период игры и обучения дает возможность определить правильную игру в соответствии с возрастом, помочь воспитателям внедрить все педагогические правильные подходы для того, чтобы обеспечить правильное воспитание. Такую богатую программу. Спасибо большое. Слушателям, я думаю, наша тема будет продолжаться развиваться. Если какие-то вопросы, то подходите к докладчикам и уточняйте. Возможность общения остается.